Девчонки, мальчишки, я, кажется, спасена. Я спасена. Короче говоря, три часа дня. Я почитала ваши, что вы спасаетесь раптором, этим раптором. Как он называется? Раптор, да? И я рванула. Рванула у нас на Рогачёвской есть тысяча мелочей. Я захожу в тот магазин, она говорит, что вы, у нас только пластины. Их ищут по всему городу, эти штучки, рапторы. Их нигде нет. Их надо на Валберес заказывать. Что это за продавец, что ты, блин, советуешь заказывать на Валберес? Ты делаешь кому-то план. Убила бы таких, убила бы. А ты для чего? Для чего твой магазин? Почему ты не закажешь с Валберес 150? И в этот момент ты их не продаешь. Прямо зла не хватает, кто советует из продавцов, идите на Валберес. Иди ты сходи на Валберес, да закажи для нас людей. Короче говоря, я с Рогачёвской села на десятку. Приехала сюда в центр. Здесь есть хозяйственный магазин. Я захожу, говорю, раптор есть у вас. Она говорит, нету, есть только пластины. Я купила пластину. Одну взяла. Пока одну, посмотрю. Купила пластину. Она говорит, их давно у нас нет. Их надо только на рынке спрашивать. А время-то четвёртый час. 20 минут четвёртого. А рынок-то до четырёх, я не знаю, или до пяти, до четырёх. Я быстренько на рынок. А солнце у плечи печёт так. Я пробегаю на... Не помню, а... Вот это попёр. Мотоциклист. Вот это попёр. И я подхожу к рынку, а там табло у нас. И на табло 29 градусов. Вы представляете? А я к рынку подходила, в плечи печёт так, аж до боли солнца. 29 градусов. Сейчас половина четвёртого. Я забегаю на рынок. Первый попавшийся ролет. Стоит девушка. Я говорю, девушка, так и так, такое у вас есть. Она говорит, есть, 3,50. Только без таблеток. Таблеток у меня нет. Я говорю, да, таблетки я купила. Короче, я говорю, давайте мне две штуки. Я купила две штуки. Кручу их, кручу. Я говорю, а куда сюда таблетка вставляется? Я сама не знаю, куда таблетка вставляется. Но она показала вот сюда, да? Девочки, ответьте мне, да, вот сюда. Вот, вот. Ну вот, вот. Она сказала, вот сюда вставляете в таблетку и вставляете в розетку. Без таблетки эта штука не действует Ну, это ясно Просто тут вот какие-то вот есть Зажимы, не знаю Короче Вот сюда она сказала Так одну таблетку вставлять или две Одну сюда, одну сюда Две, наверное, да? Одну вот сюда вставлять Одну вот сюда Подскажите мне, пожалуйста Люди, подскажите Две таблетки, одну сюда, одну сюда Или одну таблетку Короче, я купила две таких штуки от радости От радости, что я столько мучаюсь Уже два дня Я купила две штуки Не знаю, куда я их буду тыркать Вот, две штуки взяла Короче говоря Скажите мне, мне надо две таблетки Или одну в этот раптор И проспект Ленина, 20 Вот я здесь сижу Вот там вот сзади У подвальчика есть за аптека Я захожу, девушка Я думаю, не буду прикидываться, что я вчера ей звонила Я говорю, у вас этот На Д Забыла я Есть? Она говорит, есть Я говорю, а вы продаете пачками или по ампулке? Она говорит, одна ампулка, 3,50 Я говорю, она поможет Она говорит, поможет Я, говорит, живу на первом этаже И говорит, мою этим вот этим вот На полтора литра воды И говорит, можете пол помыть Можете побрызгать Вот Короче, я сегодня оболью все Оболью даже свой диван Только я не спросила, выходить надо Или не надо, когда обработаешь Девочки, вы тоже мне подскажите Вот это вот на Д Как же он называется? Ой, у меня уже все чешется На Д, 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 Д Дель цит Дель цит Им надо обработать и уйти Опять на полчаса, как я уходила Или можно обработать и ложиться спать Подскажите мне, пожалуйста Короче, с вас два вопроса Нужно две таблетки вставлять Или одну И можно обработать дель цитом Ложиться спать Или надо проветривать Хоть ты сейчас вернись к девушке А я сейчас вернусь, спрошу Сейчас посижу с вами немножко Они до восьми часов работают Я вернусь, спрошу Блин, пойду вернусь, спрошу Короче, девочки, сходила Я спросила у нее Она говорит, я не уходила Я обработала, помыла и находилась дома Если у вас есть дома животные Чтоб только они не лизнули Ничего Я говорю, нету никого Она говорит, можете не уходить Но если хотите, обработайте Помойте или побрызгайте И выйдите на полчаса А потом проветрите И все Ну вот так вот она сказала Лишь бы не было дома домашних животных Чтоб они не лизнули И не прикоснулись к этому Так что все, девочки Я спасена У меня радости полные штаны Как будто я купила норковую шубу Или выиграла самосвал золото Ну вы что, я столько мучаюсь Вы же меня знаете Сколько я мучаюсь блоками С середины августа С середины августа То этот нашатырь без памяти лила Вчера нашатырь обработала И что толку И ночь не спала до полшестого За ноги кусает одно ощущение За морду кусают другое ощущение Даже на кухне сидишь иногда В телефоне и смотришь Что? Засчипала Зачесалась на ногах На вторую Засчипала Зачесалась Это значит все Уже на тебя прыгнули И тебя укусили Как-то так Господи, копеечное дело Все везде есть А я столько мучаюсь, девочки Я столько мучаюсь Три ночи или две С комарами Я не сплю Ну три или две точно Но сегодня ночь была вообще ужасная Ужасная Те ночи как-то терпимо Я до четырех, до трех не спала А потом уже мне сон морил А сегодня вообще это ужас какой-то Это нашествие было сегодня Все, мне осталось только узнать Одну таблеточку или две засовывать В этот раптор Ну я у виски спрошу Одну или две А, а еще мне ответили Когда я покупала пластины Она говорит Если нету раптора Можете взять Пинцетиком держать Поджечь И походить по квартире Поджечь Поджечь И походить по квартире Тогда эффект будет Как от того Что в розетку вставляете То есть видите Даже можно поджечь Как шаман Походить по углам Шабала, шабала, шабала Наговорить, наговорить И лечь спать Потом она мне предложила Тут в хозяйственном Какую-то спиральку Ее поджигаешь Она дымится Но это надо Чтобы она сказала Было на проветривании Что-то Что-то она мне показала И эту спиральку Она мне не понравилась Поджигай эту спиральку Она будет гореть А сколько она должна гореть Ночь или пять минут Ну короче Вот такие вот дела Вот такой фонтан Которого его не кормили Памятник сухому Павлу Осиповичу Сухой Павел Осипович Сухой Павел Осипович Такой старый дом жилой И такой фонтан Неужели этот фонтан Нельзя доработать Чтобы он Более как-то красивей Работал Функционировал Выше можно сделать Чтобы он свистал выше Недоработанный фонтанчик Конечно Недоработанный То что там вода мутная Это ерунда Сегодня ветер Листва А вот сам фонтан Можно было доработать Почему я не мэр города Я бы обратила внимание Дала бы указ Ой девочки Я так рада За полчаса Я решила две проблемы Я купила ампулы И купила этот раптор Спасибо Светлане Болотиной Она мне сразу первое написала Мы спасаемся раптором Я как-то Когда у Витьки Увидела эти штуки Я даже одну штуку У него выкинула Потом он ругался Было три Стало две То есть Я думаю Зачем они Что за говно Я не знала Я не знала Что это такое И смотрю у него Это самое Ну я одно выбросила Я точно помню Но потом он конечно Поорал и успокоился Девочки Я все выбрасываю Я так все люблю выбрасывать Вы не представляете Проспект Ленина Просто проспект Ленина Люди ходят Отдыхают Это старый Старый домик И во всех Поменятые окошечки Видите Почти во всех Только он На последнем этаже Есть два старых окна Здесь наверное колонка А может после капитального ремонта Это уже не колонка Уютное местечко Хорошее Вот в этом вот здании Напротив Хозяйственный магазин Вот в этом вот здании А здесь сбоку Какой-то пивбар Как хорошо сидеть где-то Елки-палки Даже не хочется никуда идти Вон троллейбус подошел Видите Вот троллейбус Вот Какой-то номер Может мой Может не мой Рядом остановочка Ой девочки Я не нарадуюсь Своему успеху Вот какой-то троллейбус Сейчас посмотрю Шестнадцатый Пятнадцатый Пятнадцатый поехал Мой Можно было на нем уехать Вот этот дом Девочки На первом этаже Детский садик Вот где Ярко-желтым Покрашен Это детский садик В этом доме Ну по крайней мере Раньше был Это детский садик Кто гомельский Тот подтвердит О О Отдыхает Я бы не хотела жить На проспекте Ленина Не знаю почему Я бы хотела Девочки Жить в каком-нибудь Спальном районе Это вот у нас В Гомеле Гомельский тут знает Я бы хотела жить В пятом микрорайоне Там озеро рядом Прекраснейшее Под пляж Сделанным Берег Там Такие озерца Там можно рыбку Половить Там очень хорошие Магазины Там магазин На магазине И магазином Погоняет Там столько Магазинов Можно даже В центр Не выезжать Собачка Водичку пьет Там можно Ой Не может Напиться Что меня кусает Сзади Не может Бедненькая Напиться Оглядывается Попила Попила А найти Дорогу Не может Как-то Так Дарите Женщинам Цветы Дарите Женщинам Улыбки Дарите Женщинам Стихи Прощайте Женщинам Ошибки Сижу уже Девочки Минут Двадцать И не хочу Идти Домой Уже Столько Моих Троллейбусов Прошло А меня Даже Не тянет Тут Так Хорошо Я под Елочкой Сижу Вот Как Хорошо Скамейка Только Тут Видите Она Без Спинки Вот Если Б еще Можно Было Облокотиться Ну Что Девчонки Посидела Я И Иду На Остановочку Вот Остановочка Ролейбус Двадцатый Пошел На Медгородок Зайти В хозяйственную Где Покупала Таблетки Спросить Сколько Вставлять Таблеток В Раптор Один Или Два Он Наверное Закрылся Уже Магазин Да Магазин Закрылся Сегодня Воскресенье А уже Время Пятнадцать Минут Пятого Магазин Закрыт Хостовары Эта сторона Закрыта Дверь Пятерка Троллейбус В Белицу Идет Закрыто Воскресенье До Шестнадцати Ноль Ноль Худенький Такой Пошел Худенький Как мой Вител Воскресенье До Шестнадцати Ноль Ноль Хороший Магазин Девочки Мне Мне так Нравится Костовары Но здесь Написано Что сразу Вверху Написано Костовары До Шестнадцати А так Будний день До Девятнадцати Девочки Я пришла Домой Еще Не приодевалась Варю Себе Пельменевый Суп Потому Что Поесть Что-то Надо Надоела Мне Сухомятка О Хватит Два Четыре Шесть Восемь Десять Пельменей С меня Хватит Надоела Мне Сухомятка Надоела И Поэтому Покрашила Картошечки Морковочки Лучка Лавровый Листик Посолила Сейчас Заброшу Пельмени И супчик Будет Готов Зашла В наши Соседи Покажу Что Купила Покажу Что Купила Покажу Девочки Что Купила Покажу Что Купила Купила Перловки Так Хочу Перловой Каши Аж Умираю Вспомню Как я Витьке Готовила Кашу Да С мясом Себе Тоже Такую Сготовлю Только Вы знаете Что Вот у меня Реброчка Мясное Я вам Показывала Оно у меня Уже Мокнет Два дня Два дня Мокнет Вот Мясное Ребрышко Отварю Его Мясо Обдеру И сделаю Кашку И пережарю У меня еще есть кусочек мяска А отрежу И пережарю С морковочкой И сделаю Перловой Каши Так Поняли меня Сделаю Перловой Каши Купила Три Свеклинки Свеклинка Такая Хорошая Мытая Такая Вот Чистенькая Вот Купила Три Свеклинки Купила Один Розовый Помидор И два Огурчика И купила Три Уцененных Банана Уцененные Они Девочки Потому что Они лопнули Вот Они просто Лопнули Вот Раз Два Три Три Уцененных Банана Хорошие Просто Лопнули Все Вот Такие Покупочки Я совершила Сейчас Сварю Пельменевого Супчика Посюрбаю И буду Я дома Никуда Я не пойду Сегодня Воскресенье Вот Что там В том Парке Делать Никуда Я не пойду Буду Варить Себе Перловую Кашу Сейчас Замочу Перловочки Отварю Свеклинки И Все Все Давайте Пока Пока Это я Попросил меня Витек Сходить к Брусневой И выписать ему Ингалятор Так что Направляемся К Брусневой И выписываем Ингалятор Короче Побыла Я У Брусневой Сегодня У них Не работает Электронные Рецепты По компьютеру Она не может Выписать Выписала Ему Вот На льготных Рецептах Вот Если бы Она Выписала На электронный Рецепт Я бы Не Возвращалась А так как Выписала Она На такие Рецепты На бумажные Значит Несу ему Несу ему Рецепты Вот 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 Так Пришла В нее Там было Два Человека Но все равно Пришлось Возвращаться Отдавать Ему Рецепты Потому Что Когда еще Я Может Я завтра К нему Не пойду Зачем Чтобы Рецепты У меня Валялись Так Что Иду Несу Ему Рецепты Деньки Сейчас Вам Время У нас 4 часа Дня На улице Солнышко Погода 25 градусов Погода Шепчет Займи И Выпей И Вот Такой Вот Обед Перловая Каша И Жареное Свиное Мясо Сейчас Я ухожу По делам После Того Как Я Приду Я Перловочку Зажарю Морковочкой Вот Такой Вот Обед Все Кто Кушает Всем Приятного Аппетита